Все сотрудники органов исполнительной власти ездят весь день на общественном транспорте. Едут на работу, с работы, по деловым поездкам, ездят на общественном транспорте. У многих изменится мнение, отношение, когда вы будете видеть, и я в том числе как губернатор, не из окна персонального автомобиля, как ездить в автобусах, троллейбусах, метро. Вот надо прочувствовать на собственной, вот не хочу сказать, это непонятно что. Не будем осуждать Валентину Ивановну за рискованную лексику. Ближе к выборам степень демократичности начальства естественным образом отражается и на ней. Легкая пошловатость рейтингу никогда не мешала. За пашком оно даже народней получается, типа своя в доску, Валентина-то. Это ОМОН при случае врозь. И счета банковские отдельно от народа, а ОРГО в воздух подпустить, это с нашим удовольствием. Что же до поездки Валентины Ивановны на общественном транспорте, по этому поводу заранее размечтался мой друг, поэт-правдоруб Игорь Иртенев. О, что за чудная картина, свежа, подтянута, бодра. В трамвае едет Валентина по граду славному Петра. В народ она теперь не ходит, но ездит запросто в народ. И в нем, как водится, находит свою опору и оплот. Превозмогая обожание, по сторонам она глядит. Вот рядом с ней чекист в Кожане, вот бизнесмен, а вот бандит. Процесс общения с народом в знакомом городе до слез идет по рельсам полным ходом под мирный перестук колес. Куда ж ты запропала доча, к ней обращается любя, Седой петиловец рабочий, свой уз плакатный теребя. Мужчин обветренные лица, под рукой встроенные тела, Недолго сон волшебный длится, но что поделаешь дела. И теплоты полна сердечной, общение завершив процесс, Она выходит на конечный, где ждет казенный Мерседес. Мерседес.